Друзья, вы на канале Есть-Поесть и в сезон яблочных пирогов предлагаю вам очередной рецепт. Берется классическое сочетание песочного теста и яблок и в качестве нюанса добавляется некое подобие заварного карамельного крема. Обязательно попробуйте, это очень вкусно! А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Для начала в толстостенную сковороду кладу сахар и отправляю на умеренный огонь, чтобы он расплавился. Перемешивать его не нужно. Тем временем в теплое молоко добавляю крахмал, я беру кукурузный, и хорошенько размешиваю. К растопленному сахару добавляю кусочек сливочного масла и быстро размешиваю. Затем выливаю молоко с крахмалом, также непрерывно помешивая. Конечно, все это делается на огне и крем сразу же загустевает. Добавляю сюда корицу, ванильный сахар, немного соли и яблоки, порезанные кусочками. Размешаю. Пока оставлю и сделаю тесто. Для этого в чашу измельчителя кладу холодное масло, порезанное кусочками, сахар, муку, разрыхлитель, ванильный сахар и немного соли. Все измельчаю. Затем добавляю сметану. Кстати, отмечу, что все продукты должны быть холодными. Яйцо и опять размешиваю. Тесто готово. Оно получается в виде такой крупной крошки. Примерно две трети части крошки откладываю в форму, дно которой я застелила пергаментом. Диаметр моей формы 21 сантиметр. Распределяю и слегка прижимаю руками. Выкладываю начинку, разравниваю ее, немного утрамбовывая. Распределяю сверху кусочки отложенного теста и посыпаю лепестками миндаля. Можно взять обычные молотые орехи. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 40, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю остыть и извлекаю из формы. Между прочим, он великолепен также и в теплом виде. Тесто получается хрустящим сверху и мягким и нежным внутри. Сочная, ароматная яблочная начинка с легким привкусом карамели. При всей своей простоте приготовления пирог просто великолепен. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите также и другие мои рецепты яблочных пирогов и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.